Бразилия, Гавайи, Греция, Индия, Польша, Турция, Эфиопия и, конечно, Россия. Представительство на Малых Олимпийских играх в лагере «Спутник» оказалось географически достаточно широкое. В едином строю на торжественное построение вышли чемпионы по прыжкам на кроватях и метанию подушек, призеры погребли ложками в столовой и лауреаты скоростного поглощения йогурта, дипломанты всевозможных конкурсов по игре на нервах воспитателей и еще многих-многих номинаций. А в общем-то, отличные ребята, для которых спорт не просто хобби, а образ жизни. И сегодня, поддерживая нашу сборную на Олимпийских играх в Лондоне, они вышли на свои веселые старты. Чтобы поднять настроение себе и компетентному жюри, конечно же, стоит потанцевать. Традиционный для «Спутника» Американо. К творческому конкурсу готовились не один день. Придумывали оригинальные танцы, пирамиды, кричалки. Когда на площадку вышли самые маленькие, представляющие Польшу, оказалось, что все они в резиновых сапогах. А ведь польская команда на Олимпиаде в Лондоне была именно в этой необычной для спорта обуви. Символично. Представители спортивных отрядов доказали, что у них не только стальные мышцы и быстрая реакция, но еще и отменное чувство юмора. А я кто мобик-мобик? А я кто мобик-мобик? А я кто мобик-мобик? Я я кто мобик-мобик? А я кто мобик-мобик? Мы ребята молодцы! Мы ребята умные! Нам заняться больше нечем, как девиз придумывает! Какая же Олимпиада без Олимпийского огня? Право зажечь его досталось Дмитрию Бабанину, спортсмену-рукопашнику. Огонь зажжен, теперь вперед! К пусть пока не олимпийским рекордам, но личным-то победам уж точно. Ведь дружба дружбой, а стать первым все-таки приятно. В спортивных конкурсах участвуют все. Люди к нагрузкам привычные. Во-первых, ребята привыкают делать зарядку утром. Это очень их стимулирует тому, что нужно вести здоровый образ жизни. То, что мы сейчас все время находимся на свежем воздухе, перемещаемся по территории лагеря, проводим соревнования, веселые старты. Ребята очень любят, когда в них участвуют взрослые и, конечно, подражают их к примеру. Плюс у нас проводится отдельно, выявляется соревнования по пионерболу, по волейболу. Серьезный настрой из самых маленьких и воспитанников постарше не удивляет. Спортивная направленность «Спутника» уже принесла весьма ощутимые плоды. Самые выдающиеся спортсмены – это у нас уважаемый Виталий Петров от Формулы-1. У нас есть еще другие спортсмены – это уважаемый Дубовский Олег, чемпион Европы стал в этом году, чемпион России, чемпион Ленинградской области по токлондо. Тоже вырастил здесь. И будем говорить, у нас рукопашный бой очень хорошо поставлен. У нас поставлен очень хороший вид спорта – фехтование. Также у нас великолепно поставлен баскетбол. Будем говорить, что спортивный лагерь «Спутник» – это продолжение фаворита. После соревнований так приятно окунуться в прогревшуюся, наконец, воду. Усталые мышцы вдруг вновь наливаются силами. Кажется, опять можешь горы свернуть. Но для этого стоит еще и подкрепиться. А когда силы восстановлены окончательно, ребята охотно делятся впечатлениями о лагере. Мне нравится лагерь тем, что тут дети к этому привыкают и приезжают сюда каждый год. Здесь зарядка не как в обычных лагерях. Здесь зарядка 30 минут, а в остальных по 15. А тебе ты не устаешь за это время? Нет, я не устаю. Это нужно ребенку? Да, это очень нужно детям. Мы здесь тренируемся, набираемся больше опыта. Галина Борисовна здесь тренирует, нагружает очень сильно. Так сильные нагрузки не мешают отдыхать? Нет. Наоборот, больше отдыха получается, когда особенно вечерние тренировки. У нас игровые необычные. Подушками делемся. Прыгаем по кровати иногда. Да. Так. Ну вот. И кто у вас чемпион по прыганию по кровати? Ну, думаю, что я. Потому что... А хотя нет, вон мой. Вдруг это чемпион по прыганию по кровати. Это точно, вот я знаю. Здесь, короче, круто очень. Да, нам нравится. Спутник это супер! Спутник это хорошо! Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Субтитры создавал DimaTorzok